Сейчас на рынке труда большее количество вакансий подразумевает умственный труд и сидячую работу. Нередко людям просто не хватает времени для того, чтобы посещать спортзалы или бассейны. А это негативно сказывается на работоспособности и активности мозговой деятельности. Как только человек начал замечать симптомы этих двух проблем, ему тут же нужно задуматься о том, чтобы пересмотреть свой образ жизни и рацион питания. В первую очередь надо изменить свой образ жизни и график работы. Надо понимать, что чем больше времени будет уходить на выполнение рабочих обязанностей, тем ниже будет качество их исполнения. Чтобы умственная работа шла на хорошем уровне, просто необходима смена деятельности. Тут на помощь могут прийти физические нагрузки или занятия спортом. Важно, чтобы занятия стали систематическими. Пробежка или простая прогулка на свежем воздухе отлично помогут освободить мозг от нагрузки, а также насытят его кислородом, улучшать кровообращение и подготовят к новому рабочему дню. На выходных надо проводить время с пользой. Запишитесь в бассейн или тренажерный зал и давайте возможность своему организму хоть раз в неделю работать не только головой, но и всем телом. Отличным вариантом может стать поездка за город. Свежий воздух и чистая природа зарядят вас энергией на всю предстоящую трудовую неделю. Рацион и время питания тоже очень важный аспект. По утрам необходимо съедать плотный завтрак вне зависимости от того, хочется этого или нет. Дело в том, что именно утренние и обеденные часы являются наиболее продуктивными для мозговой деятельности и будет не очень хорошо, если ваши мысли будут переполнены мечтами о еде. Обед должен быть полноценным. Бутерброд с чаем в этом случае далеко не лучший вариант. В ежедневном меню должны присутствовать сбалансированные блюда, которые смогут дать достаточное количество белков, которые в свою очередь способствуют выработке допамина и адреналина. Эти вещества необходимы мозгу, так как ускоряют реакции и процессы мышления, а также увеличивают количество вырабатываемой энергии. Важно, чтобы в организм поступали белки растительного и животного происхождения. Текст озвучен в Яндекс Клауд. Продукты, богатые крахмалом, тоже благоприятно влияют на работу мозга. Крахмал можно найти в бобовых орехах, рисе, черном хлебе, картофеля. Включите в свой рацион продукты, в которых содержатся витамины группы В, а также никотиновая кислота. Эти вещества помогут нашему мозгу работать в полную силу. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.